Всем привет! Xiaomi Redmi 5 Plus выдался отличным бюджетным смартфоном, но ветеран Snapdragon 625 2016 года выпуска хоть и справлялся с требовательными задачами, но уже начал поскрипывать, да и смотрелся он в 2018 году как-то неуместно. Кроме того, изменений было не так уж и много, и лично я не видел смысла обновлять Redmi Note 4X или Redmi Note 3 Pro до этой модели, но у Xiaomi довольно хитрая стратегия, в планах которой, я думаю, было изначально разделить Redmi 5 Plus на два устройства, фактически Plus, 5 Plus и его улучшенный вариант Xiaomi Redmi Note 5. С вами iDroid User и это полный обзор как раз-таки второго варианта, это Xiaomi Redmi Note 5. Давайте посмотрим, как прошла работа над ошибками и стоит ли вообще обновляться. О внешнем виде особо говорить нечего, в целом это все тот же Xiaomi Redmi 5 Plus из металла и с двумя пластиковыми вставками сверху и снизу. Габариты не изменились, смартфон все еще один из самых больших среди 6-ти дюймовых фаблетов и пользоваться одной рукой весьма проблематично. Однако продуманность в эргономике осталась, благодаря сглаженным граням и загнутым краям корпуса Note 5 очень удобно держать в руке, что при больших габаритах важно. Самые главные изменения кроются в мелочах. Во-первых, пластиковые вставки стали заметно уже, что придало смартфону более приятный дизайн. Конечно, это все еще не цельный металлический корпус, как в последних моделях Meizu, но зато его не жалко прикрыть каким-нибудь интересным чехлом, например, как у меня от Moffy. Во-вторых, камеру переместили в левый верхний край и вертикально повернули, а точнее бессовестно скопировали этот элемент. Теперь она сильно выступает над корпусом, отчего смартфон неустойчиво лежит на ровных поверхностях, поэтому так или иначе придется надевать чехол. И последнее, разъем для наушников переместили сверху на нижнюю грань, что я считаю такой вариант гораздо удобнее в повседневном использовании, так как в данном случае провод никак не мешает при взаимодействии со смартфоном. Все остальное осталось без каких-либо изменений. Сканер отпечатков сзади, инфракрасный порт для управления домашней техникой сверху, приложение для его работы сразу установлено в прошивке. К сожалению, улучшения не коснулись разъема для зарядки синхронизации, оставили microUSB. Что ж, остается надеяться на Type-C хотя бы в следующем поколении. Пора. Нравится мне последняя тенденция защищать разговорный динамик металлической сеткой. Рядышком расположился светодиодный индикатор, который горит одним белым цветом и фронтальная селфи-вспышка. Качество сборки шикарное. Можно сколько угодно спорить насчет месторасположения камеры. Лично я отношусь нейтрально к такому варианту, но о ваше мнение жду в комментариях. В целом дизайн Redmi Note 5 все еще остается на любителя. За 11-12 тысяч рублей пойдет, но за 14-15, это фактически версия 4 и 64 гигабайта, хотелось бы видеть как минимум цельнометаллический корпус и USB Type-C вместо устаревшего microUSB. Дисплей защищает выпуклое стекло, закаленное по китайским стандартным качествам. И как мне показалось за две недели использования, оно гораздо лучше держит удары, чем в том же Redmi 5+. Сарапинки появились, но все же не в таком количестве. Стекло закрывает совершенно стандартную IPS-матрицу с диагональю 6 дюймов. Это Full HD плюс разрешение и соотношение сторон 2 к 1. По меркам среднего сегмента это обычный дисплей с отличными углами обзора, цветопередачей и диапазоном яркости, которого хватает для любых ситуаций. Как заведено, в настройках имеется возможность изменить температуру оттенка, а также включить ночной режим. Дисплей большой, картинка сочная, удобно читать, смотреть фильмы, работать с документами и играть. Что же еще нужно для поглощения контента целыми днями? Конечно же емкий аккумулятор. Здесь Note 5 не обделили и он унаследовал батарею на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0. Мне это обеспечивало примерно 1,5 дня очень активного использования. Постоянно включены 4G, Wi-Fi, GPS, соцсети, интернет звонки, чтение, просмотр видео, прослушивание музыки через Bluetooth наушники и полчаса игры в паб. При этом жизнь дисплея составляла 7-7,5 часов и это реально много. У среднестатистического пользователя смартфон без проблем сможет проработать 2 дня. В комплекте вы не обнаружите адаптер питания с повышенной мощностью для быстрой зарядки, его придется докупать отдельно. Такой блок позволит вам восполнить емкость с 5 до 100% за 1 час 20 минут. Процессор это второе изменение, которому подвергся новый Note 5. Хитро было устанавливать старый 625 дракон в Redmi 5+, а затем через 2 месяца реализовывать в Note Snapdragon 636. Это весьма мощный для среднего сегмента чип с 8 ядрами собственной разработки Qualcomm, в основу которых легли мощные ядра Cortex-A73 с максимальной частотой 1,8 ГГц и графикой Adreno 509. Если говорить простым языком, процессор мощнее 625 плюс-минус в полтора раза, а его производительности хватит даже для требовательных игр с высокими настройками графики года на полтора. Процессор новый для меня и для теста его производительности в играх я выбрал несколько вариантов, от наименее оптимизированных до универсального. Начнем. Папк. Ставим средние настройки графики, так как на максималках в особо загруженных участках начинается слайдшоу и играть становится проблематично, ведь от реакции зависит выживание. Но на средних все отлично. На глаз игра выдает максимальный 25-30 кадров в секунду, а играть на большом экране реальное удовольствие. Танки сейчас идут на высоких практически на любом процессоре. Ну ладно, на любом драконе уж точно. Поэтому выкручиваем максималки и видим плавную картинку в 50-60 фпс. На первоначальной прошивке смартфон грелся как печка, до 42 градусов минут за 20 игр. После первого апдейта процессор умерил свой пыл и сейчас стабильно в среднем показывает 37-38 градусов после 30 минут требовательных игр. Каков общий вывод? Snapdragon 636 это не кардинальный скачок, но качественное изменение. И в Note 5 с батареей на 4000 мАч он отлично справляется с играми. Да, в некоторых случаях приходится идти на компромисс, но пройдет время и разработчики подтянут оптимизацию. Как заведено у китайских бюджетников в Redmi нет NFC. О причинах его отсутствия я говорил в одном из своих последних роликов. Ссылка сейчас появилась в подсказках. Что касается связи, по умолчанию в Note 5 лоток поддерживает две наносимки с работой в 4G, либо симку и флешку до 256 гигабайт. Сейчас продают именно глобальную версию с поддержкой Ben 7 и Ben 20, самых актуальных для России LTE частот. Ссылки на надежных продавцов на Алик вы найдете в описании. В отличии от Meizu, Xiaomi дает широкий выбор модификаций для любого кармана и любых целей. От 3 до 6 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4X и от 32 до 64 гигабайт встроенного накопителя. У меня самая младшая модификация, 3 и 32 гигабайта. А теперь немного неприятных новостей, во всяком случае для меня. Скорее всего мне попался бракованный Redmi Note 5. Все потому что... Изначально Note 5 для Китая идет на прошивке MIUI версии 9.5.4. Это фактически китайка, то есть с английским и китайским языком. И считается в народе, что китайская версия намного стабильнее глобальной. Однако я столкнулся с очень серьезной проблемой, которая мешала мне пользоваться смартфоном. Вернее проблем было много. Во-первых, приложения камеры и галереи очень часто переставали работать. И чтобы их снова запустить, приходилось перезагружать либо само приложение, либо даже смартфон. Сфотографировать что-то становилось реальным мучением. Во-вторых, в любом месте, в любое время смартфон просто мог заблокироваться. Никакой закономерности я не смог проследить, так как это могло случиться в любой момент времени при использовании любого приложения. Я грешил на оптимизацию и стал ждать обновления, хотя на форуме я не встретил ни одного человека, который столкнулся с подобной проблемой. После обновления камера все так же не хотела работать, однако хотя бы телефон перестал выключаться. И тогда я пошел на крайние меры, разблокировал загрузчик и установил глобалку 9.2.4. И что вы думаете? Все проблемы вернулись, телефон снова стал выключаться, но кроме того, камера вообще не работала. И сейчас я все больше прихожу к выводу, что мне просто попался бракованный смартфон. Именно поэтому все те глюки, о которых я рассказал только что, я не буду приписывать к минусам. Итак, MIUI 954 на основе Android 8.1. Наконец-то в этой версии реализовали полноэкранный режим и суперудобные жесты, как в iPhone X. Они интуитивно понятные, плавные и вообще после такого опыта управления смартфоном назад к стандартным навигационным клавишам возвращаться вообще не хочется. Следующее нововведение – это полностью обновленное звуковое оформление. Мелодии звонка, уведомлений, блокировки, разблокировки, подключение зарядки и печатание на клавиатуре – все теперь звучит по-новому. Более приятно на слух и, честно скажу, с такой обновой MIUI заиграла свежими интересными красками. Весьма своевременный апдейт, а то предыдущая звуковая тема изрядно надоела. MIUI тут такая же функциональная оболочка со своим фирменным оформлением. Кому-то она по вкусу, кому-то нет, я к ней отношусь нейтрально. Мне нравятся ее возможности для кастомизации и мощная поддержка в виде обновлений и кастомных прошивок со стороны комьюнити. Есть в ней и минусы. Например, анимация часто дерганная, медленная, а 3 ГБ оперативной памяти не всегда достаточно для того, чтобы удержать в фоне хотя бы 4-5 приложений. Отсюда я делаю вывод, что с оптимизацией в новой версии MIUI пока что все криво. Как обычно, ждем обновлений. Как известно, одним из главных отличий Redmi Note 5 от 5 Plus стал модуль камеры, который не только обзавелся дополнительным сенсором на 5 Мп для портретных фотографий, но и получил некоторые улучшения. Во-первых, производителя OmniVision заменили на Samsung, а разрешение в 12 Мп осталось неизменным. Диафрагма с 2,2 подросла до 1,9, что в теории должно улучшить ночную съемку. По факту, в дневное время суток и в условиях хорошего освещения разницы вы никакой не заметите. Это все еще отличная камера в рамках бюджетного сегмента. Одна из лучших среди конкурентов по детализации. В вечернее время качество действительно улучшилось, но на данный момент сильно заметно, что потенциал диафрагмы 1,9 далеко не раскрыт. Шумов много, а на том же Meizu E3 фото получаются куда более светлыми и четкими при тех же условиях. С режимом боке камера Note 5 справляется отлично, я бы даже сказал выше моих ожиданий. Точное определение контуров тела, размытие на таком уровне, чтобы выделить человека, но в глаза не бросалась программная обработка. Порадовало качество видео и что удивило наличие цифровой стабилизации, которая работает идеально, лучше чем в OnePlus 5. Я даже подумываю попробовать Redmi в качестве камеры для влогов, так мне понравилась конечная картинка. Фронталка тоже хороша, 13 мегапикселей с диафрагмой 2.2 не только выдает четкое и детализированное изображение при хорошем освещении, но также способна делать портреты, и знаете, не хуже основной. Отсюда вытекает вопрос, зачем тогда нужен второй модуль камеры? Ох уж эти маркетологи. Вечером, конечно же, общее качество падает. А на этом я, пожалуй, закончу. Xiaomi Redmi 5 Plus, по моему мнению, это рецепт идеального смартфона в бюджетном ценовом сегменте. Он отлично сбалансирован, со своими недостатками, но так или иначе, альтернатив за эти деньги сейчас нет. И именно теперь я вам с уверенностью могу посоветовать обновиться. Ну а все самые полезные ссылки, где можно приобрести Xiaomi Redmi Note 5 Global у надежного продавца на Алиэкспрессе, вы найдете в описании под этим видео. Проходите, смотрите, есть практически все расцветки, все модификации, выбирайте то, что вам больше нравится. Ну и, конечно же, не забывайте экономить с помощью кэшбэк-сервиса Letyshops, ссылка будет в описании. Проходите, регистрируйтесь и возвращайте часть о стоимости любой покупки, которую вы произведете в любом китайском интернет-магазине. Ну а с вами был iDroid User, спасибо, что посмотрели этот обзор, если вам он понравился, обязательно поставьте ему лайк, поддержите меня и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Впереди Meizu E3, так что оставайтесь со мной. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok